а это как и обещал давайте продолжим покажу вам как я создавал вот этот лендинг с помощью вот этой методики это был эксперимент но эксперимент удался и вот как я уже сказал все последующие наши лендинги мы делаем именно этим способом который дешевый и быстрый при этом получается очень качественный результат здесь смотрите мы заходим вот сюда в раздел psd то есть это файлы формате photoshop когда весь лендинг разбит на слои мы открываем просто такой файл photoshop и и можем управлять этими слоями как нам нужно так здесь можно зайти вот популярные и вот смотрите здесь есть такой шаблон который допустим называется adele fox вот я его именно использовал здесь в чем фишка этого шаблона смотрите когда вы заходите в любой шаблон здесь есть такая кнопка скриншот посмотреть его уже в действии в более приближенном формате и обратите внимание сколько файлов включает себя этот шаблон смотрите я листаю специально медленно это все будет входить в архив если вы купите данный шаблон причем это не такие маленькие картинки это все огромные как бы файла вот смотрите я кликаю допустим на конкретный файл и если спуститься в самый низ он нам покажется в полном формате вот он есть и таких вот полноценных как бы файлов там огромное количество смысл в чем мы покупаем данный шаблон открываем его photoshop и в данном случае я его купил он стоит всего 13 долларов я его купил открыл а вот сейчас покажу во первых как он в итоге выглядит вот когда вы его покупаете вам дают на скачку архив вы этот архив скачиваете вот я открываю эту папку здесь вот папка del fox захожу туда и вот она папка psd обратите внимание вот они все эти файлы которые там были заявлено если выделю все вот 139 элементов 139 psd файлов каждый из которых на содержит вот огромное количество таких всяких интересных блоков которые вы можете задействовать на в своем календинге вот что я сделал я открыл соответственно один из этих файлов который мне больше всего приглянулся так сейчас покажу как он изначально выглядел вот вот так он изначально выглядит вот не удивляйтесь что здесь такие идут черные пятна просто у них на западе с авторскими правами все строго и они не имеют права продавать шаблоны вот с чужими картинками то есть если вы здесь например на сайте видите вот такой телефончик то в самом шаблоне этого телефончика не будет будет просто такая как бы заменитель placeholder есть как бы такой заглушка вот но по этому поводу не стоит переживать потому что все равно вам вы же будете не телефон продавать вы будете продавать какой-то свой продукт поэтому это просто как вот место куда вы должны вставить что-то свое то что уже относится именно к вашему продукту вот и здесь если мы начнем спускаться вот вы увидите разные блоки то есть блок вот с такой с таким сиянием каким-то блок с такими выгодами блок компьютером где тоже идут какие-то выгоды вот и дальше мы что делаем здесь каждый вот этот блок он идет как отдельная группа слоев вот в правом в правом сайт баре посмотрите допустим вот есть у нас блок так навигейшн если я его отключаю видите у меня навигация исчезла то есть весь вот этот верхний блок он находится вот в этой папке навигейшн если вам она не нужна вы ее просто убираете вот понятно что здесь нужны вам какие-то базовые знания фотошопа потому что без этого вы не сможете здесь видоизменять какие-то элементы а так все как бы элементарно если вы хотя бы немножко разбирайте фотошопе то здесь все элементарно так дальше вот смотрим какой у нас здесь есть еще блок слайд баннер это вот весь вот этот блок он называется слайд баннер если вам нужно его допустим подвинуть повыше вы выделяете всю эту группу нажимаете control t окей и двигаем всю эту группу повыше допустим пусть у нас допустим вот так должен начинаться продажник да далее вот эти допустим не стрелки не нужны у меня не будет тут никакого слайда вот я кликаю у меня выделился выделилась эта папка я ее соответственно вот left button скрывая тоже она мне не нужна right button тоже скрываю далее мне допустим нужно изменить заголовок беру инструмент текст кликаю вот шрифт который они здесь используют у меня его нету поэтому я поставлю вместо этого шрифта свой какой-то шрифт вот мне фотошоп предложил шрифт merit pro но я вам советую шрифт платный я вам советую шрифт использовать более современный бесплатный он называется робота вы можете найти в интернете он бесплатный и он использует сейчас на многих лендингах то есть он тоже прекрасно выглядит он поддерживает кириллицу вот сейчас я допустим здесь напишу уже что-то на кириллице допустим что-то в этом духе вот у меня уже вырисовывается до что-то дальше здесь соответственно тоже меняю текст на свой ну что-то в этом духе до дальше допустим не вот эти вот точки тоже здесь не нужны кликаю по точкам вот обратите внимание кстати чтобы у вас стояла галочка он здесь авто селит player то есть когда вы кликаете по определенному слою чтобы он у вас автоматически выделялся здесь все вот я допустим кликнул вот у меня выделился мне вот эти все кнопки не нужны вот они здесь в отдельной группе я ее вскрываю все вот она также исчезла так но вместо вот этих кнопок я допустим там допустим синяя кнопка мне не нужна а вот вот эта кнопка нужна но я ее хочу передвинуть и опять же выделяю эту группу control т окей и передвигаю вот сюда и меняю в ней текст подробности ниже допустим в одной соответственно вместо вот этой картинке мне нужно было поставить что-то свое то есть какой-то скриншот того магазина который мы будем делать в этом курсе но здесь еще кстати шрифт можно уменьшить расстояние между строками для этого я беру инструмент текст и это расстояние регулирую вот так так ну и сюда допустим я бы поставил свою картинку того магазина который мы будем делать так ну вот для сейчас попробую здесь что-нибудь найти так вот увеличу и возьму через программу для создания скриншотов возьму отсюда картинку копирую в буфер обмена и добавляю сюда так вот эту заглушку я отсюда убираю а вместо нее ставлю свою картинку интернет магазина который у нас получится вот здесь мне бы и конечно не мешал был так немножко увеличить вот примерно в таком духе вот пока имейте ввиду что это такое можно сказать черновик здесь не нужно заморачиваться вот там по каким-то мелочам у меня например там черная точка справа это мы делаем черновик для дизайнера который уже потом доведет наш лендинг до идеала здесь я допустим передвинул заголовок повыше и так далее вот и дальше в том же духе мы продолжаем по вот этим блоком я здесь уже не буду это показывать я вам покажу просто что у меня в итоге получилось вот когда я в свое время делал данный лендинг уже для именно продажа который у нас будет продавать курс вот у меня что получилось то есть вот он был заголовок также картинка сюда я просто ставил обычный текст то есть вот это все по сути отсюда вот эти все отсюда вообще картинки удалил просто и добавился на обычный текст вот так вот так убрал всегда обычный текст сюда свою фотографию вставил, ну и дальше в том же духе как бы пошел, вот он, вот это сияние, вот оно, смотрите это сияние, просто здесь вот эти все опять же слои отключил и добавил обыкновенный текст заголовок и текст потом вот у нас пошли вот эти вот фишки, смотрите, 6 штук вот они в шаблоне, вот они 6 штук в шаблоне, вот пошел блок, здесь стоит компьютер с интернет магазином, который мы создаем и разделы, которые вошли в этот курс, вот он этот блок, обратите внимание, то есть я его просто видоизменил под себя, вот и таким же образом мы все это делаем и создаем такой черновой вариант нашего продажника при этом мы можем подтягивать не обязательно все блоки, которые здесь вот именно есть использовать у нас же, как вы помните шаблон состоит из 139 файлов, и мы в этих 139 файлов имеем огромное количество разных блоков вот если я открою данный шаблон вот здесь видите, да, здесь огромное количество всяких интересных блоков и вы можете для своего черновика, например, брать блоки какие-то интересные из других файлов то есть просто берете целый блок перетягиваете группу группу слоев как бы в свой основной файл и используете, и в итоге у вас такая получается, как солянка сборная, из разных блоков мы собираем один продажник то есть я вот делал именно таким образом и у меня получился вот такой как бы черновой а вот он вот такой черновой продажник дальше я что сделал понятно, что я не не супер дизайнер и вот это как бы не идеальный вариант я скинул данный лендинг уже своему дизайнеру и он мне за полдня все это дело доработал то есть тут лендинг достаточно длинный поэтому у него ушло как бы полдня но если делать лендинг покороче то он вам доделает его там за час вот то есть я его скинул своему дизайнеру и смотрите, что вот у меня получилось в итоге то есть он его просто доработал вот то есть тот же заголовок просто взял другой шрифт как-то по-другому расположил вот тут картинку как-то улучшил видите, был просто скриншот он поставил какого-то человечка сделал как-то поинтересней здесь в принципе все осталось как есть практически только вот он по отступам немножко доработал отступы стали побольше стало попросторнее поинтересней здесь как бы вот это сияние вообще убрало оно ему видимо не понравилось он поставил вот просто такие как бы сзади текстуры вот ну и в итоге получилось то что получилось и это вы теперь можете видеть на сайте 1popov.ru диск 60 вот мы этот лендинг в принципе очень быстро сделали выложили на сервер проверили релиз и у нас была отличная конверсия вот намного намного лучше чем вот сейчас дает конверсия вот такие олдскульные старые лендинги старые продажники вот поэтому можете брать эту фишку на вооружение и если вам это интересно в следующем уроке я вам покажу как вы можете здесь зарегистрироваться и как вообще покупать вот эти шаблоны вот на этом здесь все жду вас в следующем видео в следующем уроке в следующем уроке